и всем привет доброго времени суток здравствуйте дорогие зрители меня зовут рицу из кто-то забыл и кто-то возможно не знает здесь находится впервые мы продолжаем наше прохождение игры мертвые глаза как я говорил очень понравилось мне по атмосфере по персонажам и в целом это новелла и мы сегодня продолжим проходить ее смотреть что будет дальше путешествовать с нашей спутницей незрячий и вместе с нашим главным героем отправляемся мы сегодня в церковь мы были в библиотеке в прошлый раз по указанию родителей и теперь идем в церковь что ж посмотрим как это обернется и чем обернется это а перед началом видео хотел порекомендовать вам сервис донатов . нет устали от постоянных неудач ваших баннерах выпадает не тот персонаж которого вы хотели получить не беда с помощью донатов . нет может с легкостью пополнить ваш счет самых разных играх на любой вкус и по выгодным и доступным ценам будь то hankai star rail геншин импакт или же новенькая вува а также при регистрации по моей ссылке который находится в описании под этим видео получите купон который даст вам скидку на первую покупку всем приятного пользования ну и также не забывайте подписаться собственно на канал если вы этого до сих пор не сделали ставить лайк под этим видео если вам понравится также не забудь подпитаться на мои социальные сети который может найти в том же описании ну и принципе можем начинать можем продолжать если выразиться точнее так мы уже до церкви принципе добрались мы уже здесь мы прибыли ухода стоял пастор он завидел нас издалека и приветственно помахал рукой и на что он рассчитывает я руками размахивать не буду а девчонки вовсе все равно не видят еще и лыбиться так что того и гляди ослепит кого-нибудь вот был бы кадр ушли на службу слепая зрячи вернулись двое на ощупь это это шутка юмора такая да шутка юмора рад видеть вас вместе надеюсь вы успели поладить есть такое он понравился тем было впихнула куклу перед лицом пастора так быстро что тот даже вздрогнул все верно сэр я же просил прекратить я все пытаюсь понять фьюр чем вызвано то и негативное отношение ко мне на каждом слове голова тряпичный мэлы тыкалась мне в лицо еще чуть-чуть я закинуто тряпку в кусты не надо не надо игрушку блин бедной девочки что же так бы постоянно негативки такой испытываешь вопрос прикалывается будет вам ребята заходите внутрь скоро начинаем я вас тут подожду пастор улыбнулся мне если к кивнул хорошо ну что мало пойдем да конечно она тоже улыбнулась и аккуратно орудия тростью скрылась поломраке коридора пастор пошел за ней я изменяюсь немного простыл может мой голос как-то не вот не так как обычно звучит так что да но не то не должно сильно как-то отличаться от обычного голоса но все равно решил предупредить держу в курсе как говорится держу в курсе люблю так делать я поврел к запримеченные ранее скамеечки вдоль нее росли невысокие цветы клевера сама скамейка поминала недавно спиленное старое дерево самое время описывать окружение потому что делать буквально нечего пока мы ждем здесь ничего на улице явно не произойдет конечно же ни в коем случае несмотря на то что солнце едва виднелось за облаками погода на удивление была хороша тянула свежим ветром который приятно обдувало лицо тела зажмурится от удовольствия я сел на скамейку выставил ноги закрыл глаза наконец-то я могу немного отдохнуть как же он запыхался я не как же он запыхался такая работа блин тяжелая у него мысли текли от нас другой тени парка сразу вспомнил как в детстве еще мальчишка бегал по окрестным лесам мне нравилось бродить почаще мы слушать птичьи потепения вокруг были только деревья с развесистыми ветками зонтиками и никого вокруг меня с меня самого тогда я особо не думал куда и зачем иду просто гулял и просто чувствовал сейчас эти воспоминания туманны немного тоскливы мысли все проносились голове ни одну из них и не мог удержать я полностью расслабился начал понемногу поддаваться сну мими 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 вдруг порыв петра поднял земли какую-то бумажку и она проникла мне прямо в лицо вот так блин повезло по а вот это карте листовка вот от листовка теперь я когда я думаю что этот ну когда мне скажешь от листовка я я теперь не уверен может там не знаю плаката пропажа человека потому что я думал что это отсылка просто какая-то но видимо не все так просто пропал человек вау не может быть не может быть она еще такая выделена красным цветом брен девочка пропала к это что-то неладное кто же мог в этом быть замешана постараться чай не вы у вас там подвал нет какого нибудь я все раскрою про я все знаю про вас но 18 лет ушла на прогулку около 6 вечера и не вернулась суси была одета в розово-голубую толстовку джинсы и черную футболку если подать прошло уже больше года ничего все вот так вот тем не менее девушку продолжают искать листов выглядит совсем новой будто я только-только распечатали блин вообще вообще как бы конечно да грустно не было осознавать обычно когда люди пропадают на год то ну в большинстве случаев они уже хотя это все-таки визуально новелла да все такое тут но в жизни люди через год не возвращаются к сожалению я вздохнул ну если за год не нашли то уже и не найдут ну из точки с точки зрения реализма смотреть то конечно шансов очень мало но я понимаю что родственники все таки наверное как ну какие-то люди которые ищут хотят его найти не просто так то есть у них есть что надежда остается всегда точно не живой конечно пессимист прям как я но не пессимист ладно реалист я люблю это называть реалист вообще насколько легко потеряться в этом полупустом городе окруженном густыми болотистыми листами вопрос карида риторически очевидно очень легко столами задуматься как я услышал позади шаги и вдруг пота факт брата факт стоп вы меня кэш простите но не кажется мне на слишком знакомой мне кажется она мне и вам тоже слишком знакомой бры где бы я мог увидеть а где бы я мог видеть это сестра и это сестра и все так очевидно это сестра ее чей-то силой промыкнул совсем рядом оказался напротив меня девчонка на вид еще совсем школьница подошла притык скамейки счет там сказал а бабу тофы дамочка осторожнее дамочка она первая с ногой мак прямо между моих я понял глаза и рассмотрел ее получше владинка с розовой помадой на губах и комками черной туши в длинных ресницах и волосы были сильно зала залачи 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 залачины типа злокированы то есть и походили на круп на крупные древесные стружки местами они терчали неестественно как растрёпанный ветром птичий хвост и что и надо сижу на скамейках сырик никого не трогаю моё умение приманивать людей любителей помахать кулаками снова дает о себе знать вообще не дерусь девушками особенно со школьницами но я но бывает я делаю исключение послушай может получится уладить словами дипломат из меня откровенно говоря паршивый но не думаю что он действительно хочет драться ощутимый тычок в плечо и маленьким но уверенным кулачком заставил мне усомниться в выводах повтори что-то сказал то нарывается в тащите двоечку двоечку и чист я резко вскочил собрался вступить в перепалку на вспомнил утро и охладил свой пыл одна девушка уже получила от меня щелбан за просто так из-под толстовки школьницы выкладывали похожие объявления ну да скорее всего сестра наверное видимо на их и расклеивала я понял девочку обидел мой небрежно брошенный комментарий ну блин как на лету все схватываешь молодец наверняка это тот тот из ее знакомых да неловко получилось я сказал скорее всего скорее всего не со стопроцентной вероятностью ее могут не найти это просто статистика блин какой же он статист посмотрите на него прости я не хотел тебя расстроить не заметил что ты была рядом неужели советы с не хочет бежать людей то не открывайся богатый рот она громко выдохнула ты не местный что ли я тебя тут раньше не видела неужели все жители в опоре седа знают друг друга в лицо да не местный тогда прощаю тебя на первый раз спасибо спасибо добрая девочка как же быстро меняется стране у девочек-подростков а если бы я был местным тогда я бы напомнил тебе что нельзя отчаиваться вот лечил кула уже с анимация гига анимация напомнила бы своими кулаками боюсь 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 девочка такие фраза звучат круто только в голове у школьников тогда что потом с ней произошло каком смысле скажи мне она могла сбежать нет вряд ли это конечно никто ничего не держала но я сомневаюсь что она куда-то бы уехал не сказав мне тогда случилось что-то из-за чего она не может выйти на связь скорее всего плохое но ты взять и знать что она умерла может она в плену год или или она упал ударилась головой потеряла память юноши добрые люди приютили хотелось бы верить хотелось бы верить и теперь она живет в красивом доме под новым именем ты же понимаешь что это маловероятно по статистике по статистике говоря а ты сам то кто такой чтобы так уверенно говорить детектив полицейский тоже мне она насупилась девчонки вроде нее чересчур болезненно реагирует на все что нельзя контролировать знаем плавали мы младшие сёстры точно такие же но обязательно найдется живой и невредимый она грустно программила эти слова себе под нос так что я ее или расслышал не желая выглядеть снова чем совсем уж бечуственным я уже решил было извиниться и переободрить ее когда за спиной послышали спешные шаги ура фьюр а мало как-то быстро вернулась когда целыми днями сидишь дома у тебя не так уж много грехов которые нужно отмолить ну логично нас отмолить я думаю вас там служба какая-то или вроде того все верно служба заключается в том чтобы отмаливать грехи из-за что-то просила прощения мне стало искренне интересно что такого греховного можно натворить сидя дома ой не поверишь не поверишь по религии можно что угодно делать дома чтобы быть грешником секрет ты наверно не знаешь но все чем-то делится с болот болотным богом нельзя говорить другим людям но есть тебе интересно я просил обращение за трудные мысли а кстати я слышала что тут 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 не один спасибо что заметила про слепая она слепая а она само собой они все друг друга знают конечно же я забыл я забыл ты опять достаешь людей рафия не мешайся и видишь нормальные люди разговаривают не вижу я не знаю вот такие шутки дурацкие про точнее не шутки а просто забавные выражения про зрение присутствует слепого человека не знаю места заставляют улыбнуться как минимум кто мяукает опять чё-то вообще прицепилась к фьюру он оскорбил новую не оскорбляла никого не было такого оскорбил своим пессимизмом рафинтер не даже приставать ко всем кто сказал хоть что-то про новую я не пристаю ко всем что-то преувеличиваешь ладно бы только это я просто переживаю за твоего отца если будешь постоянно влепать неприятности не лезть наши семейные дела мой отец себе никто всего лишь репетитор он на репетитор всю мою жизнь так что мне не все равно девушки продолжали рыб препираться препираться друг с другом какая-то возле детей в песочнице в голове помутилась все поплыло не слегка кочнула в сторону держи себя в ногах в их споре улавливал лишь обрывки фраз а вот и я они они ты ли не думал что спокойно и улыбчивая мэла может там так с кем-то спорить голова кружится голоса отдалились а потом затихли полностью все исчезло снова этот сон он преследует меня с того самого дня мерзкий и тошнотворный переполненный непонятной тоской в нем я полыву в густом черном море очень медленно иду ко дну пока не понимаю что как мне не хватает воздуха тогда резко просыпаюсь перевожу дыхание снова ложусь спать а потом сон повторяется я просыпаюсь еще раз чтобы отдышаться гладить глядя в потолок и так до самого утра однажды даже заметил что стараюсь спать все меньше и меньше бедолаги главные герои чего так мучает и вот который раз густая чернота не дает мне пошевелиться хотя если бы я мог плыть роник было некуда меня окружает бескрайнее чернильное море в его неподвижный толтол еще нет никаких ориентиров есть только это таинственная бездна и я маленькая . в самом центре непроглядной тьмы ах-ах опять этот поезд фигасе поезд летающий белый ней бесконечный вагонов разрезает небеса медленно ползет он над морем не обещающим ничего кроме встречи с пустотой затем останавливается раздается скрежет тормозов дверь вагонов слать с лязгом открываются и сразу наступает оглушительные все проникающие одиночество и помню что в детстве я часто катался во снах и часто катался на этом длинном поезде и помню удивительным удивительные миры вагоны а чем помню кондуктора кондуктора белого цвета с неестественной широкой улыбкой она выглядела как кукла который очень старается сойти до настоящего человека поначалу это пугало но я потом привык и она даже начала мне нравится но прошло время и сон изменился не знаю как просто однажды ночью меня на выбросила за пределы поезды в вязкую черную жижу спустя несколько секунд двери снова закрываются поезд трогается постепенно набирает скорость слон осознает что нет смысла ждать ведь пассажир но не на него не тянет на него не сядет куда унесется зачем бесполезные вопросы я видел то цену уже миллион раз и знаю что будет дальше мой единственный понести не достижимый шанс на спасение продолжать свой путь рассекая густое мрачное небо а я медленно погружаюсь под воду все теряет форму и сливается в расплывчатое пятно черная плесень заполняет легкие не давая вдохнуть меня всего пережимает изнутри не могу дышать ничто уже не вернет меня на поверхность никто уже не спасет меня юра юра а few если же как кто-то пытается заключаться до меня через глухую толщу воды впервые долгое время чей-то голос пронзает тишину и это голос мало представляете вот так бы вот так блин си ту ее вина фьюр фьюр очнись ой привет привет как поспал где я в морге я что умер конечно нет ведь говоришь значит жив как профессионалы подтверждают что еще жив а жаль ой да та девочка это самое это у неё наш на шее шрам такой лишь татуировка или это ободок такой а ничего лично только рабочий интерес которую ты пока не представляешь и до своей живучести ё-моё здравствуйте вас немного не так себе представлял вид такая знаете реально змеюка какая-то еще и это же не морг правильно фьюр познакомься это моя подруга доктор формалина она помогла дущить тебя сюда доктора формалина здравствуйте нереально шрам какой-то на шее фуру марин не коверка мое имя я судмед эксперт они доктор приятно познакомиться меня зовут фьюр если вдруг надумаешь умирать постарайся сделать это пооригинальнее хорошо может от жертвой серийного маньяк или таинственно потерять голову например как это вы пытались сделать рот фруму скрывала ментинская маска на ее по ее глазам я понял что она улыбается да я боюсь представить какая у него там улыбка тогда и я запомню так кстати может объяснить что это делаю в морге я могу поляй надо упал без сознания и очень испугалась так что быстро бежала ближайшему телефон автомат и позвонил формалин формалин беру судебно-медицинская экспертиза слушаю формалин помогите кажется я убила человека а ты где таксофон у церкви со на месяц никуда не уходи уже бегу хорошо не уйду я прибегаю что я вижу ты живой блин блин не повезло да не повезло да уж вот ведь досада а это стоит улыбается и угадай кому пришлось тащить тебя сюда на спине ну я помогала я подбатривала тебя да уж большое спасибо каждый раз одно и то же ладно в этот раз помощь хотя бы подпад действительно потребуется другому человеку потому что в прошлый раз фармлин помогите кажется я убил и человека 100 на месте никуда не уходи уже бегу мало что стряслось а здравствуйте доктор меня собачка укусила так нельзя так нельзя обманывает кого-то смысле как-то убила кого-то сама себя что ли убила эту седьмой раз за год в общем больше не попадаюсь мало подошла ко мне почти вплотную так что почувствовал и дыхание на щеке у тормозить тормозить и женщина тормозите она каждый раз то говорит и каждый раз попадается что там шепчешь ничего рит тяжело вздохнула ладно ты указывает она пальцем пальцем тыкать нельзя она показала пальцем на меня юр же до подойдет рим похлопала по столу на котором я очнулся запрыгивай куда а теперь сиди смирно я тебя осмотрю зачем это же ты нас упал без чувств люди обычно просто так сознание не теряют нифига сегодня конечно глаза красивые а почему вас такая одежка не знаю сшитая и кое-как из трех кусков ткани слизом и им пальцем она поднесла колонки по эмулицию начало водить указательным пальцем из стороны в сторону так хорошо ты сегодня головой не ударялся получил швабранный но совсем не сильно просто за трещина мать меня сильнее луп лупила домашнее насилие рин глубоко задумалась продолжая высматривать что-то на моем лице хорошо теперь закрыть глаза и вытяни руки перед собой я сделаю что она попросила не открывая глаза это рада тронется до пальцем до носа молодец теперь открывай ну что там с головой все в порядке но думаю стрессе нет но на всякий случай сходи завтра в больницу да я упал не от удара просплю мало и питаясь плохо в общем прилег отдохнуть непроизвольно и сколько часов день ты вспишь на до 4 может иногда несколько рин приподняла бровь что ж это многое объясняет в любом случае стоит сходить к рощу проблем со сном это не шутки а есть минуты нужно хорошенько выспаться попробуй спить стакан теплого молока на ночь молоко расслабляет успокаивает а еще можно приспать с мягкой игрушкой чтобы чувствовать себя одиноко хочешь там составить тебя компанию ну ну знаешь знаешь это будет слишком интимная компания в таком случае потому что mail mail без своего хозяина мне кажется не сможет спать нет уж спасибо безобидные они не горю желание просыпаться рядом с твоей кукольной копией ну блин многое теряешь про многое что сама не так все с тобой так при с тобой под с твоей почему с тобой почему с тобою партию не говорю это диалог заворачивать не туда слушая просто не люблю кукол они как манекены только маленькие а потому еще более жуткие мало вздохнула теперь понятно почему тебе мои скульптуру не нравится наверняка они тоже напоминают манекены нет не поэтому потом так сказать произведение обидно что ты новичок вообще-то я с детства их леплю есть ты постоянно делаешь одно и тоже но при этом не развиваешься то остаешься новичком и неважно потратила лет но не суть так-то я уже работу скульпторов и их умение придавать жизнь бесформенному сырью ключевое слово жизнь куклы манекены не выглядят живыми поэтому жуткие но куклами испытываю особенную неприязнь почему мой брат как как-то сказал что у нас на чердаке живут старая парфоровая кукла блин вот и у нас а были жизнь не то чтобы я сейчас уже не перерос все это но раньше было время когда я у меня моей мамы моей мамы тоже была куча кукол не представляете прям много кукол тоже парфоровые и они такие жуткие были они буквально стоят просто ничего не делают я был тогда маленьким совсем и вот была одна особенно кукла в розовом платье черными волосами не такие безжизненные буквально мертвые буквально мертвые глаза как бы иронично не звучало и ты буквально смотришь на не лишний раз там не знаю в темноте допустим я увидел случайно они стали все на полу в комнате как заходишь сразу их видишь я не знаю у меня самого детства просто какая-то неприязнь к этим куклам была манере они реально очень жутки да ладно немножко отступление он мама играла с ней в детстве на потом выбросила и забросил он выросла и забросила на чердак забыла про нее даже детям не передала кукла разлилась теперь хочет отомстить но не может так как заперта на чердаке правил горю что надо слышать топ от маленьких ножек по ночам ужас ужас я лишь рассмеялся махнул рукой на ту же ночь лежа в кровати сам услышал топ от прямо на своей комнатой и так продолжалось каждую ночь течение целого месяца она же не выдержал рассказал все брату он решил что я хочу его напугать сказал что-то на это не купится я клялся что не разыгрываю он тогда он предложил вместе осмотреть чердак если не обманывают он должен пойти первым я согласился и вот и поднялся по лестнице открыл дверный чердак а там эта кукла лежала прямо ухода испарила не своими стеклянными глазами я так испугался свалился с лестницы это придурочный заражал за все горло оказалось это он топал по ночам на чердаке мама и конечно казала но не принялись куклам осталось со мной на всю мою жизнь ну что за не могу поверить что повелся ты мне лет шесть было я все след знала совместимости донос донорской крови а ты думал что пар порой куклы же выбрали по ночам ничего не думал любой ребенок на месте испугался бы ну ну погоди то есть твой брат вместе собирался на чердак и топал по ночам прямо на твоей комнатой получать что так даже не знаю слишком умный слишком или слишком тупой немного того немного другого в общем благодаря ему этих кукол на дух не переношу как вспомню жуть от воспоминаний меня аж передернуло замерз малый столковала мою дрожь по-своему я сейчас чая принесу откуда ты здесь чаем тоже и ты только я не только не зеленый конечно будет сделано нифига шнур курьер а куда ты пошла вообще как откуда здесь чай думаешь найдется часто возвращать чай гоняет чай гоняет она шутливо отдала честь и скрылась за дверью рин вздохнула ех впервые в городе не и уже нашел себе на голову работенку ту действительно все другом лицо знают в опоре живет не очень много людей даже не думал что нас так пустынно потому что все решили прикормить после обеда ничего такого не думал лишь не придавал там большого значения просто с тех пор как по 2 пуре обнаружили колодец в город постепенно опустел а те кто не уехал теперь живут безопасной зоне на окраине и и по расчетам колодец задеть не должен наверное наверное колодец что вообще делать такой дыре странный вопрос разве колодец элитный ресторан молекулярной кухни и вообще не в ему вообще не важно где открываться но все блинки юмористы здесь а важны лишь последствия погоди то есть ты серьезно более чем угораздило же меня с тем же успехом можно было поселиться под ножью пробудившегося вулкана странно что одержимый кол колодцем вернер ни слова об этом не сказал вот ему радость это привалит я вспомнил жуткие фотографии тел и поморщился так что если приехал сюда на поиски лучшей жизни в опоре неудачный выбор да ничего подобного я тут случайно оказался пропустил свою установку о соболезную автобусы к нам уходят редко я в курсе и вообще не собирался соглашаться на эту работу просто так вышло спасибо вашему пастору вот оно что да но я удивлен что такую ответственную задачу поручили неизвестно кому это тоже моих хороший вопрос я так понимаю что смысл в том правда в том что буквально некому поручить нам рук городе не хватает еще этот слух про проклятие проклятие а да и заметил что и дети и побаиваются если вы только дети что неужели взрослые верят что мы лака это там ведьма глупости не все разумеется в основном те кто подвержен разного рода суеверия их в опоре немного но тем не менее и все из-за кого-то магазина и родители тоже стороной обходят нет вы делал тут не только в магазине родителей для начала обозначить что я во все эти проклятия не верю так я тоже не просто любопытно с магазина все началось жутко темпым темно помещение с колодовскими приплудами всегда наводила страх на детей тратить взрослых никто из них не решался но вот мелу не только из-за магазина но из-за и стеклянного мертвого взгляда среди детишек начали ползти слухи говорили что и смотреть ее глаза дольше минуту то окаменеешь эти кривые скульптуры и на ее подоконнике вовсе не скульптуры на искаженные ужасом головы и жертв обалдеть верим верим говорили что мыло может взять под контроль твой разум и заставить делать того что ты не хочешь и прочую чушь если с кем-то кто обращал общался с мэл из с кем-то с кто общался с мэл исчезли неприятности люди тут же обвиняли во всем проклятием якобы она она одним взглядом можно настать неудачу мало даже отрастила себе длинную челку чтобы сходить добрую половину лица но эти то просто детские страшилки само собой но из-за этих страшилок другие дети на долго время странились и он помню однажды не все-таки появился друг он даже пытался доказать что никого проклятия нет но что-то пошло не так я невольно поежился на самом деле точно не помню что случилось я сама была еще ребенка почему не очень общительным помню только что дело было громким против пропал без вести или его мать не суть в общем после этого случая слух про проклятие при росте детской страшилки в местную легенду чушь просто неудачное совпадение поначалу все так и думали а потом вспомнили еще один случай когда мы ли было два года родители впервые бы и вы или и в людям привели церковь для посвящения веру в веру болотного бога и когда таинство свершилось в тот же день пришла неприятная новость под вапуре зреет колодец поговаривать что именно тогда мало прокляла весь город это тоже совпадение наверняка но когда совпадение становится слишком много как говорилось сначала сначала случайно 7 совпадение потом уже закономерность его кальций тра эта фраза вчера услышал от знакомого фанню короче говоря людям свойственно искать случайность закономерность вот вот именно вот именно играется тела случайность чем и чем совпадение потом закономерность а вот я как можно как можно вот в этой бедной девочке веселой дружелюбной приятной на первый взгляд находить какую-то там страшилку и я не в ту дверь зашла а мэлой извини немного задумался ничего вот вы чай очень старался врать черный как ты просил я почти верно что в этот раз угадала я принял кружку из ее рук жидкость внутри было издевательски светлый зеленый на максим желтый но уж точно не черный был этот чай ну как я ведь угадала в его голос изучала надежда и вспомнить как проверился в этим утром и решил ее больше не расстраивать блин красавчик сигма настоящий сигма так бы поступил хорошая работа лучше черный чай в этом заведении фуха тоже я волновалась но все пакетики одинаковые вот так вот заканчивайте поскорее ваш чай пить и мне нужно закрыть кабинет разжая мы не используем к тому же у меня сегодня выходной и сначально начальство узнает что опять пришла сюда в нерабочее время у меня будут проблемы простирин мы уже уходим спасибо за помощь постарайся больше не влепать неприятности мы оставили рин закрывать помещение распрощавшись с ней на улице все еще был день что не могу не радовать значит вот очки я был недолго я остаться смело наедине а разума не постоянно стены не наедине находимся как будто в первый раз не столько всего хотел спросить но стоило открыть рот как мою речь прервала улучшение живота прогладался я тоже хочу есть блин я тоже немного если честно я тоже куда бы ты хотел сходить мне все равно так что играй ты есть место по пути можно заглянуть туда а потом домой достать мамину карту чем должна быть на 5 подписано булочная пекарня или как-нибудь так я посмотрел и мысли взвыл похоже то самое место где я утром охватил швабры по голове так ладно до пекарни недалеко буквально несколько метров я постарался стать так чтобы нас не было видно благо доказалось не сложно мы спрятались за высоким деревянным забором значит так я подружу тебя здесь и ты купишь то что тебе надо как тебе такой план а если так я подружу тебя здесь ты купишь то что мне надо и не понял будет он там не в пукарни пукарню говорю пекарни не пустит мы с ней не сошлись характерами но я не сошлась характерами с их менеджером с этой тихой ней она ведь даже тени свои боится что такого нужно сделать чтобы с ней не статись характерами вот именно что боится мыла поговорю проговорил это так тихо что я едва услышал одна из тех кто верит проклятие значит понятно слушай вот мой план ждем пока антон куда-нибудь отойдет и идем ну и там все равно будет менеджер менеджер я беру на себя дернув мало за руку и справился вместе с ней за изгородью мы продолжили выглядывать оттуда не знаю зачем это делала мэна мэя новая знакомая прочь мне казалось ей больше нравился сам процесс будто мы шпионов играем честное слово прошло несколько минут и к счастью не слишком много иначе одному из нас определенно надоело бы антон наконец сказал менеджеру что-то и скрылся на кухне а затем она и она ушла из-за прилавка следом неслыханное везение расплачиваться все равно переснеет но по крайней мере мы спокойно выберем еду это был сигнал к действию выдвигаемся есть сэр сэр да сэр взяв мало под руку и двинуться к главному ходу я сразу понял по ее поражение лица что он немного нервничает но когда раскрыл перед ней дверь мэл без колебаний шагнула вперед хай здравствуйте булочки мои булочки тортики стоят вкусняшка мы зашли в кафе светлое просторное заведение окна которого выходили на главную улицу города внутри было по-домашнему уютно это я заметил еще утром когда безуспешно пытался отложить хлеб я посмотрел свой ассортимент так что ты будешь я очень люблю здешние булочки мясной рай четырьмя виду мясо нифига себе говядина свинина курица и что-то еще пока что я не что я пока что не распробовала она похожа на курицу но это придет на не она индейка нет нет она жирнее блин фига вы эксперты в мясе я не знаю даже не значимые отличаются когда утка точно нету кино мясо мой любимый из всех видов птичьего мяса я узнаю 8000 может быть я просто куплю тогда тебе эту булку ты еще раз пытаюсь распробовать вдруг менеджер показалось проходе на кухню ах да еще антон ты не могу ты мне помочь с упоркой пожалуйста пытается звучит просьба на несколько раз поправила странную коробку что была напяли на ее голову раковина туда попала мука слив весь забит мокрой мукой ужасно правда особенно когда прилипает к пальцам пожалуйста можешь провести в порядок спасибо видимо услышу согласие или вовсе поспешу скрыться до того как подчинен ответит ей менеджер повернулась прилавку ничего себе здравствуйте здравствуй здравствуйте а это вы а это уже почти постоянный клиент проверь пожалуйста пару булок мясной рай ну ту менеджер неловко замялась будто бы я следил за ее каждым каждым движением на 10 на чем-то поймать хотя и правда следил как раз из-за ее болезненной нервозности она так и не решалась дотронуться до кассового аппарата и только делал глядела в пол подкрыть поскорбивая ногтями коробку себя на голове ну что такое а вы утром за хлеб не заплатили а мы вообще может стать проклятие хлоя помолчи нифига себе сигма мэл мэл затыкает ее правильно туда и туда и нет никаких проклятий не существует их в голосе мэл мэл отчетливо слышалось раздражение и я просто хотела предупредить не надо меня чем предупреждать а и так все знаю мне ирина рассказала и угадать что я об этом думаю хотя можете угадывать и так скажу чушь ерунда не вадик и проклятий но я же сама видела она почти пропищал и малыш стояла молочью лицо не выражал никаких эмоций хлор у тебя все в порядке нет снова ты неожиданный загу из кухни показался антону сразу заметил меня опять ты черт а я собственной персоной я тебя предупреждали податься мне дочери сделал просто и общаюсь стоит а я работаю нет времени глядить гонять тебя по улицам я так тоже работаю вот присматриваю я показал рукой на мэлу она по-прежнему не было невозмутимо будто глубоко о чем задумалась антон перевел глаза на нее а это ты ясно вот чем дело мэлори антон чуть повысил голос на 2 хватило чтобы увести малую из раздумий а я же тебя просил не заходить к нам или хотя бы не заходить когда хлоя здесь раз она не всегда здесь она же менеджер сыц тебя это не касается что за мерзкий тип я просто очень проголодалась антон тяжело вздохнул хлоя можешь идти я тут сам разберусь угу буду ждать тебя у раковины жди меня у раковины хлоя просименела на кухне натягивая коробку на лицо и жалко причитая антон наскоро пробил наши булочки упаковал бумажный пакет это все тогда свободны и так не пойдет мало резко вернулась к на мой возмущенный голос не то чтобы хотел снова уйти на конфликт но парняк ли прогонять клиенты из-за уверенности дикий с какая-то правильно защищая и про правильно я согласен что устроили здесь ничего не доказано еще ваш что-то беденный зал есть не хорошо и перекусывать на бегу да мы с мало поедим здесь правильно а больше ничего не хочешь можете еще скатер постелить а что у вас посетители должны быть на вес золота вы их просто так с дверь выставляете ты вообще ничего не знаешь да все я знаю уже наслышан человеку даже поесть спокойнее даете не суй нос не свое дело она теперь кажется как раз моё разжмела с этого дня моя подопечная вот так вот называется это ты сам то знаешь какой-то бред проклятие тоже мне в ком веке вообще живем но вообще на самом деле это плохо кончается когда суешь нос действительно не в свои дела ты буквально первый первый день в городе ну грубо говоря новичок городе ничего не знаешь как будет здесь обычаи устои конечно я не я понимаю что он делает правильные вещи все таки хотя мы тоже да я тоже до конца не знаю с это разобраться сначала во всем но в целом целом я на его стороне типа это конечно чепуха полная ты не местный тебе не понять какая разница откуда я кроме голове у всяких закостенелых придурков проклять не существует нигде забавно что у нас двоих деревенщина именно я в такую древидель веришь ты уху рыл ты сюда по хамить зашел это я то хамлю я вдруг почувствовал их меня ухватили за пончо юры чего еще скажешь давай выкладывать свои аргументы а мэл это ты достаточно мы идем домой я очень совсем закончил я искал достаточно фьюр серьезная голос мэлы был строгим у один могиль на холодным ладно хозяин барин но я бы им еще и отзыв негативную книгу жалоба писал вот так то не сомневаюсь извините назад поднятый шум антон мы уже уходим я сапал теплый бакет из под лавкой взял мэлу под взял мэлу под локоть пошел на выход на после кантон смирил меня таким определительным взглядом бук я мокрая мука забившая слив не иначе вот так вот мэнер неловкой в такой ситуации неловко правда ух первый рабочий день почти позади и наконец-то привел дух пробую мясную булку мало несмотря на то что была голодна к своей так и не притронулась похоже тыщиков пекарни расстроила ну даешь блин даешь я решил немного подбодрить теперь понимаю почему тебе эти булки так нравится у тебя бесспорно отличный вкус сытно на хорошем тесте а фарш сочно нежно не жирный и лука не пожалели обычно стаж леют а тут чедро навалили прямо как я люблю как правило лук никому не нравится но я вижу что ты ценитель так держать мало я тоже люблю лук я тоже я тоже я тоже люблю лук а четвертый вид мяса наверное я закинул в рот последний кусок тщательно проживал мне уже захотелось выдать догадку как мало становила меня она заговорила впервые за все время что мы покинули пекарню доел до от души доел точно доел до последней крошки замечательно мало повернулась ровня ханька ко мне без предупреждения ударила тростью по ноге а ты чего она снова замахнулся дарил мне пару раз по туловище если всю пыль из твоего ковра выбью это не ковер это пончо ай я пытался защититься руками от ударов которые посыпались на меня с удвоенной силой да за что за то что влезаешь куда не надо я твою помощь не просила взяли бы еда и просто ушли я же молодец смотри такие хорошие булки нам купил еще и на место этого кретина поставил туда правильно смотрю смотрю и не вижу смысла в твоих действиях ты что совсем дурак а если бы антон тебе побил да ты сама меня сейчас избиваешь и правильно дело это чтобы ты усвоил что не стоит свать нос чужие дела так как хочешь могу не свать только скажи у тебя действительно устраивает что все вокруг тебя так ведут неужели так нравится когда погонять из магазина угломятся на улицах когда никто кроме случайного предприезжего даже не соглашает себе помогать ух нифига себе серьезные темы какие-то поднимаются неожиданно мало понур опустила трость на разы опять заболкнул лишнему ты это не обижайся только не со зла нет ты в общем-то прав юр она вдруг снова подняла трость из окон не поступал меня по плечу а если я про почему ты продолжаешь меня бить потому что это ничего не меняет в нашем городе все знают простую истину не смотри мертвые глаза или на тебя пойдет их проклятие вот почему ничего не изменится даже если ты будешь на каждом углу поднимать ругань только лишний раз об этом люди напомнишь мое проклятие между тем никто не денется так ты что тоже в него веришь я вернулся от нового удара для степой девушки мало уже довольно уж меткая не верю не знаю с теми кто смотрел мои глаза уже случались несчастье и даже слишком большие чтобы назвать их совпадением думаешь себя деревенщина в любое проклятие готов поверить еще порчили бабкин заговор приплела улыбка вашего пастора и топать страшнее будет и сейчас он просто бесстрашно взглядит мне ей в глаза докажет ей что проклятие существует ты так говоришь потому что сам в них не смотрел вову уже подводит подводит а я верю что мы мы мне не изменится вот заладил я плохо объясняю что ли уже это знаю чем говорю да что там знаешь ты же только и делаешь что прячешься своей челкой ты конечно и без нее ничего не бы ничего бы не увидел но я-то все вижу вот я и говорю все сто в порядке никакой ты не ведьма и нормально тебя глаза может даже получше получше чем большинства что она уже несла руку для нового удара на я перехватил ее трость выпала из миг ослабевший хватки а нифига себе так это не и глаза были люка тончет на лбу у него было блин обалдеть порыв ветра будто нарочно растрепал челку мыл и приподнял над ее глазами я даже успел в них заглянуть а что это такое за черное они не до конца это кажется не суть но мне просто интересно что это такое они хиани кстати прикольные глаза фиолетовые такие как и думал ничего зловещего и на жемчужины похоже а жемчуг мне нравится он так-то красивый молот ошла на шаг и спрятала от меня лицо все таки ты дурак фьюр такой дурак бака что ты будешь делать если проклятие сработает ты сразу же уволишься и уедешь испугаешься бросишь меня как и остальные уф уф не только не драма нет не надо никого бросать в конце концов все бросают меня из-за этого ну конечно не мне не нравится когда мне избегают ничего не могу поделать как только кто-то перестает соблюдать правила и смотрит его тут же постигает несчастье а я снова теряю близких людей остановись в уязвимым ухты уф-уф-уф иногда боюсь даже завязать разговоры другим человеком вдруг ему на голову горшок с балкона упадет на меня опять спустят всех собак вот поэтому не хочу больше слышать что никого проклятия нет после этих слов еще ни разу не случалось ничего хорошего похоже чтобы проклятие только для тебя мыло только ты отда от него страдаешь знаешь есть не одна история про старшего браться какая на этот раз и сей богатой хрестоматии блин слово такое древнющее уже забыл про него у нас школе была такая такая книжка хрестоматия по моему ты слушай давай не выёживайся в общем когда еще учился в школе у меня особо не было друзей какой-то момент я обязался за одной компанией не то что мы дружили просто их не раздражало мое присутствие однажды не собирались пойти на карьер попрыгать в воду с тарзанки тогда набрался смелости спросил можно ли пойти с вами они пожали плечами ответилось ответили согласием я был очень рад думал что у меня появятся друзья но когда на следующий день я пришел к месту тречи там никого не было пережил прождал час-два никто так и не объявился на следующий день выяснилось что они просто решили вместо карьера посетить дома у одного из них поиграть приставку до сих пор не знаю намеренными ничего не сказали ли или забыли теперь это уже не важно будучи ребенками все принял близко к сердцу мне было очень обидно настолько что решил в принципе не пытаться кем с кем-либо разговаривать и все пошло по накатанному тут ко мне заглянул брат снова тебя накал он на этот раз и не стану накалывать наверное подумал что жизнь и так уже меня наколола он сказал вот забираешься опять ото всех прячешься что и что она тебе дает не до вылезти перестать что-то чуть что прижимать уже ты сидишь и терпишь те кому ты так не нравишься мнение силами поменяют так что так что ты теряешь хотя попробуй не быть забыть забитым неудачником хуже тебе думают уже не станут что могут подумать лучше если ты постараешься принифигасе так-то хорошие слова на самом деле хорошие слова не стоит себя огораживать от общества в конце концов но тяжело найти силы в себе чтобы продолжать продолжать все это дело и пытаться так сказать в этом плане вам становиться лучше и общительнее пытаться кем-то да никак особо лучше не стало и чем что-то смысл твои проповеди в том что оставайся забитым неудачником и подачу сидел дома и читал детектива не оказалось бы в бапуре не познакомился с тобой разве плохо же вот это да нет вполне себе к тому же может не показалось но тебе мы вообще на том что общество нравится ли они прав молочи повеселел и прав ответ тоже особо не бесишь и совсем перестанет бесить если начнешь больше верить себя не в тупые проклятия я ведь это считаю не считаю что ты умеешь накладывать ты мне веришь как я сказал такой не первый но и попробую сюда же слова хочешь по деловому что же даю слово мэлэр чтобы не произошло никогда не обвиню тебя в этом ваше проклятие не на словах и даже в мыслях блин милая мило мне нравится мне нравится честно только из твою непутевость и ты никуда не уйдешь точно не из-за проклятия да и никуда мне идти ну тогда же блин и ну красиво конечно красиво смесом во слеза потечет мало вскинула голову дарит мне дружелюбной улыбкой нет не жутко весьма милый улыбкой ветер снова потрепал его волос открывая лицо он теперь она не пыталась спрятаться похоже на вовсю наслаждалась давно забытой летней легкостью хорошо ловлю тебя на слове теперь не разочарую меня фьюр помнись нарушу обещание тебя ждет наказание злой ведьмы да и сын не нарушу не ссы кажется мной все-таки успокоилась по-прежнему улыбаясь она вытерла носа затем прыгнуть заключила меня в объятии я щелую тепло жесть куда женщина оставитесь пипец порвало порвало она показалась мне такой красивый что меня перехватило дыхание ее громкий смех эхом пронес пустой улице ничего чтобы быстро отношения развивая развиваются было запомни нельзя просто цена парня так сильно обнимать их если с ними не встречаешься мы можем и будем встречаться иначе не могут неправильно понять я серьезно нет это улыбка прости прости просто мне никогда не говорили что мои глаза красивые красивые ну вот мать конечно твоя перестаралась перестаралась чем с макияжем сначала я думал что ты так себя нелепо раскрасила потом увидел рисунок у тебя на лбу вряд ли смогла бы сама изобразить что подобное фьюра я не ношу макияж а тогда что у тебя на лице мое лицо я такой родилась мама говоришь это родимые пятна не ну конечно какие-то родимые пятна знаешь интерес бро бро вас как бы буквально как я думал что у нее на лице так хочу не такой на лице итоге вот как она как она никогда не видел таких пятен я тоже ты ничего не видела ты никогда еще не видела статарись хватит можно их потрогаю но ты же сам говоришь нельзя обжиматься с людьми которыми с которым ты не встречаешься а я не об этом я портую родимые пятна родимые пятна можно я не понял контекста я не понял контекста не надо не надо так ты же издеваешься прости не сердись вообще не стоит трогать чужое лицо грязными руками особенно если только что же ел жирную булку с нас правильно правильно да его праведливо когда вернемся домой по мой руки трогай сколько хуф-уф уже проводишь меня домой куда я денусь не оставлю тебя оставить посреди улицы а потом вернешь себе в гараж ну да а давайте лучше останешься у нас давай мы тебя чаем на поймут творожная ватрушка к нему есть уж но от ватрушки уж тяжело отказаться ну что мало приняла зёргать меня за понче с такой настойчивость и надо работать под этом процентом консультанта консультантом без меня ну же фьюр она сытна на хорошем тесте от work сочно не но не жирный и главное его не пожалели обычно жалеют четверо говорили прям какие как правило творог мало кому нравится да и оценить и да а ты только не говорит мне что малыш таки не пропустил мимо ушей мы кулинарную рецензию на булку хорошо убедила только завтра мне все равно придется сводить гараж чтобы забрать свои вещи и пусть уже моя пончо я хотел немного подразнить предпритворить что за раздумываю но возвращаться в гараж не слишком то приятно так что я не стал испытывать судьбу ходе сегодня она была ко мне на удивление благосклонна вот ну дают блин ну дают дома сразу же встретила виктория наверное желаю проверить насколько хорошо справиться с работой как сходили все отлично мам фьюра тесны молодой человек унесли даже глаза как у мамы она принципе неудивительно на так такие же не розоватые фиолетовые теперь на потру него и ладно хорошо как не стала не подставлять и я рассказывать о случившемся я познакомила фьюра с вернерами теперь он может сможет дальше сама сама давать свои книги это не моя работа а пастор отметил что не довольно большие шансы измениться на и стать на пирог правильный путь я никогда не просил его в одобрении а чем у строителя рафи ну рафи как всегда без комментариев вот уж действительно после службы мы даже успели повидаться с ирина потом прыгала я проголодалась и фьюр купил для меня булочку в пекарне правда замечательный работник я бы сказал что еще рано делать выводы но мне нравится что пьер серьезно подошел где мне тоже нравится мне тоже нравится впрочем мило главное что понравилось тебе звучит так будто какая-то вещь мне все очень нравится мама а он же может нас остаться фьюр не против а так нас будет много немного удобнее виктория махнула рукой пускай остается в любом случае мы всегда сможем выгнать его если он больше не будет нам нужен пипец это читайте как буквально благословение родителей когда они позволяют остаться вот человеку который пик который впервые появился в их жизни на их на их пороге появился ну да реально вещь кстати мэл яку я же купила бананы если хочешь можешь прикусить забрать наклейки ура наклейки а гузак а гузак ну ка отклеивать наклейки мэл радостно вырванулась к столу а ты что стоишь тебе наклейки не нужны зачем до шучу я расслабься мыло все равно не стало бы ими делиться мне мне кажется знаете вот это самый самый лучший наверное подарок особенно когда мы сказали что она не стала бы ими делиться это наклеечка которым не знаю не лопаешь наклеить на нашу эту пончо или сейчас я думала уже уже собирается нам подарить наклейку но видим и видим еще рано мне настолько с ней близки понимаю я все понимаю мало вернулась со связкой бананов держа в руках как трофей энергично бежал на второй этаж я поднял следом за ней она сила перчатки чтобы нащупать на двери свободное место я и что с руками у нее теперь понятно куда там столько наклеек одной загадкой меньше она делает его дело пальцем вверх и вниз тут такое что заметил руки мало из полосовали крупные ожоги кость кисти и были обернутыми как лентами виктория подошла к нам похоже на заметил на мой напряженный взгляд у мало из привычка попадать неприятность когда она остается одна поэтому искали того кто сможет за ней присмотреть мало не обратил внимание замечание мамы или была слишком увлечена что или услышала ее но не придало значение наконец она отыскала подходящее место и гордо прилепила новую наклейка разве нет нет такой уже наклейки вон по нам справа такие наклейки 5 много таких наклейок 1 2 3 4 5 6 6 наклеек таких по моему хорошо ты же не видишь результат искусство вид внутренним взором может хотели чая у нас есть творожного тружка ура не обманули уже наслышан дамам пожалуйста пока мы пока будем меня в комнате виктория кинула отправилась на кухню это строгер первый взгляд женщина оказалась довольно заботливой матери ну конечно конечно фьюр идем мы открыла двери потянули за собой прошлый раз не сказала потому что не была уверена что у нас то держишь на час скажу запомни одно важное правило не трогай мои коробочки почему как почему я хочу хочу коробочки я виделся вокруг комната молотит на была заставлена небольшими коробками и как они заметил их раньше впрочем они легко сливались в к сокружением и воспринимали скорее чак часть интерьера так что неудивительно а что в них мои вещи ну знаешь такие прикольные безделушки мне проще хранить их коробочек коробках они на полках так и защищаю их от пыли ну окей и как скажешь а чего свои гипсовые творения по коробкам не разложила они ведь тоже запылиться могут фьюр не говори глупости искусство брата нельзя она и приносит людям радость ради искусства даже пыли вытирать готовы да уж спасибо что порадовал меня этими стуканами очень много прошелся по комнате оглядывая коробка вдруг наступил на что мягкая что это мои асьми кошки бейх пока не клава шила себе кошки если что асьми кошка рабочие названия хочу как-нибудь переименовать пока ничего не приходит на ума сми кошки по моему подкачу название для помеси кота и осьминога нет ты не понимаешь то мяукает опять это это не сюрпризами у коли осьми кошки есть осьминог буквально означает 8 но кто осьми кошка будто значит начать 8 кошек но ничего я уже чувствую что зрение скоро случится я смогу запатентовать их подкинуть гениальным названием мыло похоже погрузилась творческие раздумья так что мы вам притихли однако вскоре начнулась потому что виктория счаемости к задерживалась пойду мама проверю а ты а ты а ты пока посмотри мы свою свою комнату он тоже тут на втором этаже прямо рядом с моей сможет перри снова общаться через стаканчики на веревках ура не думаю что обязательно мне мне будет гораздо проще к тебе за это обязательно ладно мало как обычно улыбнулась до ушей помечалась к матери я уже решил узнать что где теперь буду жить гостевая комната и правда находится ходил всем рядом буквально метре от комнаты млд и даже метра нет какой метр тут два шага сделать я толкнул неприметную дверь и вошел так а там что фига как все запущен прибыло душновато чё за кроличья маска такая это что такое это маньяк орудует не знаю кровь не знаю кроличьи похоже зарядка проветривают однако есть гораздо светлее из-за большого количества окон я глядел в помещении и заметил что кровать уже застелено неужели кто я знала что я станут мне кажется мне кажется броду слишком много части откуда она знает как же давно не спал на нормальной кровати уже забыл каково это недолго думаю решил прилечь а как же хорошо и пуха в матрасе не пожалели да как же как я люблю ничего не жалеет в этом городе ничего абсолютно не жалеет хороший город остался бы там жить до чего же насыщенный день и так вымытался за дверью переговаривались виктория мэла но мне был уже не до чая чувство как ускользает сознание мы глаза слепались голоса одарились потом затихли полностью все еще я зла 5 только не поезд не хочу на пояс снова этот сон он преследует не с того самого дня мерзкий тошнотворный переполнен непонятно тоской в нем и плыву густом черном море и медленно медленно качаюсь на волнах я до сих пор внизу поиск и обычно не забрал меня он ушел прочь забыл своего единственного пассажира скоро снова пойду ко дну я жду когда плесень вновь течет мои легкие вместе с чернилами этого жуткого теплого моря заполнит меня и утопит я делаю последний глоток воздуха но что-то меняется как странно я все еще могу дышать и дышу свободно запрокинув голову король корочки небо вдалеке липкая жира больше не тянет меня на глубину я спокойно плыву в маленькой деревянной лодке откуда она здесь не знаю тут всегда был только я один никто и ничто не могло появиться чем чернильном мире и все же я слышу музыку будто вездесущая темнота понемногу тает ее капельки падают на клавиши пианины и лоди хочет сказать не я тяну руки к звуку я гребу к нему на ему и на встречи поднимали легкий всплеск мир этого страшного сна еще ни разу не говорил со мной теперь он тихо призывает меня бороться грести дальше туда где виднеется смутно знакомый силуэт туда где стоит она кто она кто она мой самое загадочное вспоминание мэла сквозь бескрайнее море времени пространство это она подзывает мне к себе я бы что она исчезнет как исчезает пояс как исчезает кондуктор белого цвета как исчезаю я сам когда сон подходит концу я тороплюсь бегу грибы быстрее и быстрее пачкаюсь гадкой жиры по плечи на снова погружаю в нее руки потому что стало совсем немного потому что мэла и и музыка прямо передо мной потому что достаточно про лишь окликнуть ее и даже самые запутанные воспоминания распрямятся в ровный ряд хорошо знакомых вагонов гудок поезд раздается высоко-высоко над нами уже безумно безумно далекий он будто хочет напоследок со мной связаться я провожаю как множество раз прежде затем сюда наступает тишина но не сейчас мир мэлы полон бесчисленных звуков в конце концов я тоже становлюсь одним из них я что-то говорю про пробую на вкус собственный голос шепотом зову ее по имени мэла она медленно поворачивает голову жесть и вот так выкидывает выкидывает а с главными не 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 привета не ответа не спасибо не до свидания ну ладно ладно такой у нас конец такой вот у нас конец не ну подытоживая подытоживая не перестану говорить насколько мне понравилось это новелла это демо-версия ну можно сказать такой пролог знаете своеобразный и блин как же знаете как живут давно такого не было прям чужую мне реально интересно вот эти отношения между главными героями прям такие максимально естественные знаете и прям живые не знаю я люблю очень такие отношения между персонажами подобные очень они гармонично выглядят и мне прям нравится такие вот такая динамика персонажи очень классная в принципе не знаю прям люди видно что очень старались над игрой и сделали ее прям очень здорово я надеюсь что в скором времени мы сможем увидеть продолжение также надеюсь что игра обретет так скажем свою законную известность и популярность потому что надо его заслуживались на вот одна из наверное самых лучших за последнее время да и принципе за все время которые игры которые играл он реально просто настоящие эмоции вызывает вот тот смех который вот она вызывает действительно не не поддельно вот искренний смех не вот мне очень забавно наблюдать за их за их взаимодействиями персонажей главными да и в принципе сторонний перс ну второстепенные персонажи тоже неплохие но пока что они не очень ну само собой тут это еще рано говорить про них про общий сюжет но как вот знакомство такой принципе за затравка очень даже очень классно очень здорово все сделаю я боюсь что вот это сцена в самом начале которая была вот где там нож такое где кровь там кровавые руки и так далее я боюсь что к этому придет и будет очень грустно потому что буквально вот эта сцена где она показывает глаза вот настолько она вот живой была настолько она вот настоящий и искренне вот эта сцена была с глазами что не знаю у меня чуть ли самого действительно не под не потекла слеза потому что не знаю мне очень понравилось прям очень душевная очень наполненная душой игра нового это не перестану ее хвалить потому что мне очень понравилось большое спасибо авторам что они взялись за такой проект что они вот таким сделали и буду ждать продолжение также обязательно оставлю ссылку на и группу вконтакте как в прошлый раз на группу авторов обязательно подпишитесь вступите в нее следить за развитием поддержите авторов вот мне очень понравилось если мне очень понравилось я прям не ожидал знаете не ожидал что будет настолько хорошо но принципе на этом все спасибо всем огромное за просмотр не забывайте подписаться на мой канал также если вы здесь этого еще не сделали поставить лайк под этим видео сам понравилось не забудьте писаться подписаться на мы социальные сети которые будут в описании под этим видео но я с вами прощаюсь всем Спасибо за просмотр, до скорой встречи И пока